Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня хочу вам показать мою распаковочку. Вместе с тепличкой, я вам ее показывала, такую теплицу, 4-х метровую теплицу с прошитым укрытым материалом, я заказала вот такой светильник. Светильник я еще не устанавливала, поэтому будем разбираться с вами сейчас вместе. Я его посмотрела, почитала про него отзывы, характеристики, вот я его достала. Такой светильничек. Это светодиодный светильник, здесь стоят у нас светодиоды, здесь солнечная панель устанавливается, ну как предлагают нам производители, установить надо у дома, получается, где-то на крылечке. То есть так, чтобы утром попадало, вот светильничек стоит, чтобы утром попадало солнце или в течение дня, неважно там в обед или когда. А в вечернее время на батарею должно попадать солнце, дневное время, а вечером он уже у нас будет освещать светодиодами. Такой интересный момент я, конечно, не прочитала, не нашла. Здесь есть вот этот вот, сейчас я вам покажу. Вот это идёт датчик движения. То есть светильник у нас установлен, допустим, прикреплён вот таким образом, погас наконец-то, прикреплён вот таким образом где-то над дверью, выход на улицу, и срабатывает, когда мы открываем дверь, проходим, срабатывает датчик движения, включается у нас светодиодная панель. То есть крепится он, в комплекте шла вот такой скотч двухсторонний, прикрепляем скотч двухсторонний на стенку. Ещё раз повторю, то есть устанавливается таким образом, чтобы солнечные лучи попадали на солнечную панель, вот на эту, он заряжается внутри аккумулятора, и в вечернее время, как только освещение уже падает, он включается. Включается он не постоянно светит, а срабатывает вот этот беленький датчик движения и освещает, когда вы там проходите, двигаетесь. Где-то в течение 10 секунд он, после того, как движение прекращается, он ещё светит. Вот эта чёрная кнопочка, это вообще, в принципе, она его включает. Я уже его достала, распаковала, попробовала, в принципе, хоть и в квартире, но довольно-таки интересно. Зашла в ванну, в тёмную комнату, он срабатывает, включается, просто положилось. Видите, у меня тут уже ярко освещено, потому что, если я убираю маленько, только даже вот не убираю свет, срабатывает и включается наша светодиодная панель. Светит он довольно ярко, поэтому я его отверну, чтобы он в глаза не светил. Светит очень ярко, освещает хорошо предметы. Вот сейчас, хоть и довольно-таки светло, но он уже включается. То есть это уже считается недостатком освещения. Поэтому я включила лампу, чтобы мне снять было, чтобы он не светил глаза. Вот такой светильничек я приобрела. Надеюсь, мне будет с ним удобно. Хочу повешать его на дачном участке, над дверью, над входом, в домик, над выходом вернее, и в беседке. То есть получается, у нас беседочка, если повешать два светильника, то вполне можно, вполне освещает, и там, если кто-то находится, то это будет удобно и натянуть провода. То есть, видите, он совершенно беспроводной, просто клеится на скотч на стенку, и все. Вот так. Скотч. И освещает. То есть это очень удобно. Такие вот покупочки я сделала в магазине, интернет-магазине Чудо на дом. Это называется Чудо на дом. Ссылочка, где приобрести светильник, будет снизу указана. В принципе, он легкий, компактный, влагоустойчивый, я прочитала. Естественно, под проливным дождем не надо держать. Ну, если будет туман, какой-то небольшой дождь, то вполне он выдерживает это. Ну, как все приборы, нежелательно его бить молотком, ронять. Ну, так панели довольно-таки, светодиоды, они не боятся сотрясений. Панелька очень яркая у него. Сам он аккуратненький. Так что, вот так. Вот этот вот дополнительный датчик движения оказался бонусом. Я про него не прочитала, не уточнила. Пришел он вместе с теплицей, в коробочке, вот в этой упакован был, в коробочке, и в картоночке. Все аккуратненько дошло. Отгрузили мне быстро. В принципе, мне понравилось, что первый, что второй раз. Так что, дорогие мои зрители, если у кого издачный участок, дом очень удобно. Не надо щелкать выключателем, включать освещение. Просто небольшой датчик повешали, и, пожалуйста, в любое время, зимой, летом, не надо тянуть провода. Это пожаробезопасно. И, ко всему прочему, очень экономичный. То есть, в один раз приобрели, и он уже больше не потребляет никакой энергии, кроме солнечной, соответственно. Срок службы у него практически без ограничения. То есть, раз установили, какие-то затраты понесли, и, пожалуйста, пользуйтесь. Название напечатано сверху у светильника. Можете прочитать, так вот поближе поднесу. Вот такие приобретения у меня на ближайший сезон. Также я вот приобрела, не удержалась. Видите, лилия бакарди с большим цветком серии Big Sides. То, что я вам рекомендовала в прошлом видео. В прошлом году у меня она была белая, она цвела. Очень мне понравилась. То есть, действительно, это очень большие цветки. Ну, где-то, да, порядка до 20 сантиметров, наверное, в размахе они были. Сейчас я приобрела вот такую розовую, розовая крапчатая. Ну, и так немножечко уж вам похвастаюсь заодно. Вот, очень темную лилию взяла. У меня, в принципе, уже очень много их, ну, так, для разнообразия. И взяла вот такую лилию азиатскую, такая, желтая, с розовыми кончиками. В принципе, они все довольно-таки высокенькие, метр, 10 метров, 20 метров, большое количество цветочков. Надеюсь, так оно у меня и будет цвести. Как размножать лилию я вам показывала в видео, ссылочка будет ниже. Детки довольно-таки интересные, растут у меня. От азиатских лилий детки растут с узенькими листиками, а от вот такой восточной лилии растут детки, вот у них листики нарисованы тут длинные, но у деток они такие более овальные, прям, почти круглые листики. То есть, ну, довольно интересный процесс можно наблюдать. А вот с таким милым светильничком я это могу наблюдать еще и в вечернее время. То есть, вполне можно выйти на крылечко и любоваться нашими цветами, не стоять при этом в темноте. Также я хочу попробовать, ну, не попробовать, а использовать его как своего рода отпугивателю. То есть, если кто-то чужой подойдет к двери и включится и сработает освещение, то тоже, я так думаю, несколько как отпугивающий момент будет. Пусть это не громкая сигнализация, но тем не менее. Так что, дорогие мои подписчики, садоводы, любители и просто зрители, рекомендую, рекомендую думать о своем быте. Немножечко появилось уже много современных решений, таких для того, чтобы жизнь была более удобная и интересная. В общем-то, мне такие вещи нравятся. Это не так дорого, но создают определенные удобства и комфорт. Так же, как вот эти плечки я взяла. Она уже прошита, прошита у нее здесь дуги, ничего никуда не улетает. Подошел, спокойненько все сделал, поставил и все. Не надо тратить на это время, не надо сидеть там что-то придумывать и так далее. Кошечки мои одобрили, сказали, что это безопасно. Я для интереса, чтобы не ждать летнего сезона, повешиваю вот это в калидоре. Сейчас попробовала уже, то есть, заряженный светильничек, повешиваю в калидоре. Может быть, если вечером в темное время будем проходить по калидору и посмотрим, как это все включается. светильник компактный, легкий, вот он у меня лежит на ладошке с очень ярким освещением, то есть, по сравнению с фонариком светит гораздо ярче. Ну, в принципе, количество светодиодов, я их пересчитала, получается 20 светодиодов на панели, вполне достаточное количество. Вот такие приобретения у меня на сезон, на летний сезон. Из новинок поделилась с вами, рекомендую. если кто захочет также приобрести тепличку или вот такой светильник, я их брала в одном месте, зараза, они ко мне предошли, это магазин называется Чудо на дом. Ссылочку я вам укажу ниже. Можете заказывать, там тоже, кстати, еще есть интересные вещи. Если вы что-то еще другое закажете, поделитесь и поделитесь информацией со мной, я буду очень рада и признательна вам. Потому что для того мы и здесь существуем сообщества, чтобы делиться с вами какими-то находками, решениями, приобретениями в том числе. До встречи! С вами канал Сибирский сад. Заходите в гости, пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось или кому была полезна эта информация. С удовольствием посещаю друзей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok